Можно, да? Да, готово. Андрей Васильевич, всем известно, что сегодня оппозиционный блок, не посещая сессии, в то же время старается оспорить любое решение всех сессий, которые будут. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к такой позиции депутата оппозиционного блока и с юридической точки зрения можете обосновать, насколько правы те депутаты, которые сегодня подали иски в суд? Ну, давайте так, если я мне не говорю, то как бы без купюр, без выреза и так далее. Я всегда и в работе в комиссии городской это говорю, и сейчас. Ну, я как бы сейчас не на чьей стороне я не выступаю, а стараюсь как бы подходить к вопросу объективно. Мое мнение, что с начала выборов закон нарушали в той или менее степени обе стороны. Ну, начал этот оппозиционный блок, когда вы помните у нас по солидатности мы иски восстанавливали их право участия. В выборах. Вот. Потом это перекинулось уже на работу в городской совет. В частности, мое мнение было по назначению первой сессии. Вы помните, я всегда голосовал, что первую сессию проводить уже можно, имеют право. Точно так же мое мнение остается, что депутаты и оппозиционеры имели право избрать секретаря. Другое дело, что это они не сделали. Сделали они это по собственной своей ошибке. Потому что, помните, когда было блокирование трибуны, хотя я считаю, что это вообще недопустимо, чтобы события происходили. Но тем не менее оппозиционерам нужно было тогда продавить этот вопрос. Вы помните, Трошина вставала и говорила, давайте голосовать и так далее. Нужно было просто проголосовать. Но сделал ошибку Балицкий Евгений Витальевич. Он встал в позу, поднялся, вышел с зала, дал команду депутатам выйти. И они все вышли. Вот на этом была их самая большая ошибка. Потому что тогда можно было, даже несмотря на шум на вал, просто проголосовать и поднять руки. Это тяжело было спарить. И таким образом они избрали секретаря по себе. Уже законы. Но то, что происходило дальше, полномочия Колесника по переносу сессии, его заявления по законности, его действия незаконности городского совета. Но я как бы обсуждать это не хочу. Потому что я стараюсь придерживаться большей объективности. Ну а что касается законности требований, нетребований, оснований и так далее. Пусть это все решает суд. Но не так все просто, как кажется некоторым. Я вот уважаю Николая Михайловича Карандаша. Но я не могу сказать, что кто-то плохо учился. Поэтому он ничего не знает. Я хорошо учился. Поэтому я все знаю. Поэтому давайте посмотрим на два фактора, на которых они основывают свои требования. По той сессии, которая происходила в бизнес-центре, я останавливаться не буду. Значит, в мое отношение нужно было обжаловать действия Колесника, а не акты в этой подвальной сессии. Эти акты, наверное, у них есть решения. Видимо, они президиумом подписаны, но они не соответствуют закону. Печати нет, не зарегистрированы. Пусть суд дает оценку. А вот что касается приостановления судом, не буду называть фамилии судей, повноважений депутатов временно, и о том, как считают они, что только большинство депутатов, 22 человека должно присутствовать, вот здесь есть некоторые нюансы, на которых, наверное, надо будет остановиться. Ну, во-первых, что касается ухвал, которую выносят наши судьи. Ну, со всем уважением, но наши судьи давно привыкли, у них есть категория дел, там, уголовные, гражданские, административные, к которым они привыкли и которые они знают, как решать. Ну, мы столкнулись в Мелитополе с тем видом спора, который касается конституционного права государственных строителей, которые у нас никогда в Мелитополе не рассматривались. И когда суд приостанавливает полномочия депутата, то это нонсенс. У депутата избирали люди. Ну, естественно. Дело в том, что суд вмешивается в более глубокие сферы, чем сам себе представляет. Во-первых, судочинство у нас идет по административному кодексу. Можно обеспечить их только двумя способами. Это приостанавливать действие конкретного акта, либо запретить конкретному лицу что-то делать, должностному, субъекту владных повноважений. Призупинить повноважение депутата невозможно. Даже мысли чуть-чуть народный депутат, который арестован сейчас, но суд не приостанавливает его повноважение. Естественно. Это не имеет права. Что еще делает суд? Таким образом он вмешивается в склад городского совета. Он просто берет и выкидывает из него трех депутатов. И вместо 42 у нас, оказывается, депутатов 39. И больше нет. То есть он нарушает права депутатов, которые, кстати, не привлекали к суду. Избранников городского совета, народных избранников. То есть людей, которые голосовали за этих избранников. То есть решение в суде принималось без присутствия этих депутатов? Ну, естественно. Естественно нарушение их права. То есть, ну, какую даст оценку дальше суд с МДС, тоже интересно. По поводу вот этой апелляции, которая вчера была выиграна. Днепропетровская. Днепропетровская. Я не буду сказать, что я принимаю участие тоже в этих делах. Поскольку это моя работа, профессия, этого не стесняюсь. Но то же самое. Апелляция, конечно, была вынесена незаконная. Она отменена. И точно так же была отменена апелляция, которая, помните, апелляция решения сессии одной судей, которая приостановила решение сессии, которая была в бизнес-центре. Не имея на руках самого решения, тоже судья в пользу теперь уже городского совета приостановила это решение, которое по слухам существует. Это тоже нельзя делать. Тоже суд апелляционно, объективно отнесся к этому и отменил это решение. Поэтому обе стороны нарушали. Обе стороны совершают те действия, которые подлежат критике. Но тем не менее, есть некоторые нюансы, на которых нужно остановиться. По полномочиям трех депутатов я уже более сказал. Но самый интересный момент, это тот, что такое большинство. И как считать голоса при наличии 21 депутата и при наличии мэра. Так вот, оппозиционный блок однозначно и категорично заявляет, что в городском совете во время голосования руки должны поднять 22 депутата. Только в этом случае будет кворум. Только в этом случае решение может быть принято. И точка, как они говорят. Ну вот, получается интересная ситуация. Есть в законе такое понятие. Загальный склад Рады. Есть понятие склад Рады. Склад Рады это то количество депутатов, сколько в данный момент у нас избрано. Например, по Мелитополю. У нас загальный склад Рады 42 человека. И склад Рады 42 человека. Но склад Рады может поменяться. Депутат заболел, написал заявление, менять неким по списку. И он может быть уменьшен. Это склад Рады. То есть фактически те депутаты, которые на данный момент имеют полномочия. Например, 40 депутатов. Но Рада будет полномочной? Будет. Потому что более 2 трети. Как написано в законе. А вот из понятия загальный склад Рады, на который все обращают внимание. Загальный склад Рады составляет действительно 42 депутата. Вот давайте даже нарисую. Вот 42 депутата. Бельщий вид загального складу Рады. Это у нас получается не 21, а 22. Так? Так. Вот эти 22 депутата, то есть 22 это число, это по мнению... Избирательного процесса. Нет, не избирательного процесса. Еще была такая фраза. Мне вновь у нас кто-то сказал, субъекта голосования. Но это снялся. По их мнению, вот эти 22 человека должны быть только депутатами. Это по мнению оппозиционного блока? Это по мнению оппозиционного блока. По мнению нашего городского совета, это может быть 21 депутат плюс 1 голос мэра. И вот в этом сейчас у нас вся суть спора. Загальный склад Рады 42 человека. Но существует закон, который говорит, что да, решение принимается большинство депутатов, о чем говорит оппозиционный блок. Но дальше в этой же статье, я не буду называть ссылки, все могут увидеть. Но дальше в этой статье говорится, что при принятии участия в голосовании мэра, ВИМ враховывается не его голос, а именно мэр до загального склада Рады. То есть вполне можно допустить, что к 42 человекам можно прибавить одного человека. И в этом случае мы расширяем норму закону и говорим, что если присутствует мэр и голосует, то загальный склад Рады уже может равняться 43. Ну, скажем, как это так? Есть закон, который определяет количество число, количество депутатов загального склада Рада по закону. Он у нас 42 человека и точка. Но есть норма, которая расширяет загальный склад, потому что мэр, как такой особый субъект, он вводится до этого загального склада Рада. И вот представьте ситуацию. В зале 42 человека, приходит мэр, всего 43 голоса получается. И мэр что? Скажет, ребята, у нас-то загальный склад Рады 42 человека, а я пришел 43. Такого быть не может. Давайте кто-то из вас выйдет из зала, а я буду голосовать. Да, чтобы было 42. Поэтому, если мы говорим о том, что мэр может голосовать, и его, не его голос, а написано мэр, меськи голова, додается до загального склада Рада, то у нас получается 43. И таким образом, вот эта цифра 22 может складаться из 21 плюс 1. может показаться, что это фантазии. Но самое интересное, что точно так, как и я фантазирую в своем решении, Высший административный суд Украины, который в одном из своих решений привел точно такой расчет. Это касалось Закарпатской Рады, одного из населенных пунктов, ихнего спора, и Высший административный суд Украины, к которому, наверное, мы, скорее всего, все доберемся, в одном из своих решений, ну, заинтересованные лица могут это решение найти, точно так посчитал, что у них там загальный склад Рады был 16 человек, но он прибавил мэра и сказал, что загальный склад Рады будет 17 восемь. Законы очень сильно противоречат сейчас один одному. Потому что, я вам сейчас приведу пример, вот когда вынес решение один из судей при остановлении полномочий трех депутатов, и потом, помните, было разъяснение, и он в свою хвалу добавил. Ну, если вы хотите, вы можете еще раз их объявить, и тогда, уже после моего хвалы, их повноважение якобы перезавантажится заново, и тогда можно будет считать, что они... Ну, это тоже несерьезная позиция. Потому что, например, глава избирательной комиссии приходит в городской совет на объявление, только в двух вариантах. Первый вариант, это по новому закону. Первый вариант, это когда он объявляет результаты выборов. Они могут складаться и в Раду, и в мэра. Но бывает вариант, когда мэр не выбран. Как у нас. Первый раз, как у нас. И тогда он придет во второй раз. Но уже не на первую, первую сессию, а на какую-то другую. У нас этого не произошло. И у нас пришел представитель, даже не голова, приходила соломенная, которая имеет абсолютно полное право выполнить тоже обязанность. Она заместитель председателя. Она заместитель председателя, может прийти любой член, если комиссия решит и вынесет соответственно решение. И она объявила результаты по мэру. И больше по этому закону никогда ни председатель, ни зам не может прийти. Потому что это раньше у нас, например, помните, когда были выборы по Красной Горке, Генов победил. Но тогда были выборы по старому закону. Он прошел по мажоритарке, были отдельные выборы. И результаты выборов председатель объявил на следующем после выборов заседание Рады. А сейчас такого нет. Сейчас у нас, если проходят депутаты, они проходят с замещением. И когда три депутата уходят, три депутата замещаются, то по закону голова не приходит на сессию городского совета. Просто комиссия принимает постановление у себя, регистрирует их депутатами и просто в письменном виде поведомляет местную Раду. Например, направляет им письмо. Поэтому, когда слышишь вот такие разъяснения, что да, можно еще раз объявить, можно 10 раз объявить, это нонсенс, и такого закона нет. Но законы у нас и по миссему самовреду, и по статусу содержат очень много норм, в том числе и вот это, которые противоречат новому закону, который был в спешке принят, промиссивые выборы. Поэтому вот это все, вот эти вот скандалы ситуации, непонятностей. А что касается подсчета голосов, и 22 депутата, есть практика высшее административное суда, и там именно вот эти вот цифры, вот 16 плюс 1. И 21 плюс 1. Нет, ну я на примере 16 плюс 1. Точно так Верховный административный суд посчитал за там два спорщика. Вот он за них посчитал. Вот как бы я не боюсь, чтобы и в нашем случае суд не посчитал, вот так вот.